Дмитриевские партизаны Густые леса заботливо укрывали их от гнева и жестокости гитлеровцев и их приспешников. Дмитриевские партизаны К этому времени партизаны уже имели военно-продовольственные базы в лесах и были готовы развернуть активную диверсионную деятельность. Была заложена крупа, зерно в мешках пшеницы, были заложены консервированные продукты в банках, мясные консервы. Вот. И, что интересно, это потом 40 лет, до сих пор даже это вспоминают, 6 бочек со спиртом для медицинских целей, для санчасти. Их закопали и потом в суматохе первых схваток с карателями это место утеряли и до сих пор не знают, где он находится. Уже 12 октября партизаны отправились в первую разведку. Только за два месяца с начала оккупации было около 30 боестолкновений с противником. Еще одна головная боль – как в условиях леса организовать быт отряда, чтобы без крайней необходимости не светиться на занятых врагом территориях. Есть-то нужно было каждый день кусок хлеба, какая-то похлебка горячая. Поэтому быстро наладили выпечку хлеба в селах. Причем это делали семьи партизан. И этот хлеб дети переносили в определенное место в лес. А потом готовили горячие обеды прямо на месте, в лесу. Вот так выглядела уличная печь. Правда, снимок уже послевоенный. Партизанский опыт пригодился Дмитрию Беспорточному в мирной жизни. Жили мы в одном населенном пункте. А потом надо было при ремонте квартиры, там на поселочек переехали. А лето жарко. Мать говорит, так вот как же готовить? А он говорит, так, давай партизанскую. Позвал печника. И у нас в отряде вот такая была печечка. И эта печечка, значит, на две комфорки и такой бак, там вода горячая кипятилась. Вот это первое мое воспоминание, вот живое, что я помнил из отцовских рассказов. Вот, говорит, партизанская печка на улице, как работает хорошо. Опасность подстерегала партизан повсюду, даже внутри отряда. Все время приходилось быть настороже. Осенью 42-го к ним прибилась 18-летняя девчушка. Ее определили работать на кухню. И однажды заметили, как она тайком бросает что-то в котел. Устроили допрос, и девушка призналась. Состоялся такой разговор. Я выпускница Дмитровской-Орловской школы разведчиков. Нас немцы пришли в деревню, сказали, кто не пойдет в нашу школу, мы всех повесим. Я пошла в школу. И что там? Нас учили, как убить руководство отряда. Лучше всего отравить. И дали мне, там, какое-то зелье дали. И говорит, когда тебе будет возможность, брось в котел. Я вот бросила в котел. Ну, слава Богу, что обошлось. Очень хорошо, что эта женщина оказалась прозорливой. Значит, было этим партизанам жить и дальше действовать. Горячая каша из печи ждала партизан не всегда. Приходилось воевать и на голодный желудок. Я помню рассказ отца, когда он мне говорил, когда их окружила карательная дивизия немцев и бригады Каминского, и две недели удерживал их в густом листу, а снег был чуть не по грудь. Они там вот ползали с места на место, уходя от этих карателей. Он говорил, вот днем лежим. Я же чувствую, что могут пристрелить то ли снайпер там. И мы готовили на бездымном костерке. Наломаем этих сухих травных веточек. На ней что-то подогреешь. У них были небольшие бачки. Вот подогреешь это в воды, хлебнешь ее. И этим согревались. Большое внимание в отряде уделялось личной гигиене. И без того приходилось часто хоронить товарищей погибших от рук фашистов. А уж умереть от какой-нибудь болезни точно никто не хотел. Вот когда уже зима, снегом умывались. Он говорит, я был у меня там один. Никак не могу заставить его. Завшивил паразит. Говорю, так, ребята, наголо стрижку мы сделайте. Сделали стрижку. Так, давай снегом растирайся. Начал растираться снегом. С тех пошло-пошло. Стал примерным партизаном. Партизанский отряд отличался сплоченностью. Сложные бытовые условия и постоянная опасность превратили бойцов даже не в товарищей, скорее в близких родственников. Вот перед нами с вами землянка. Ну, она как бы штабная, но штабная в ней только вот эта часть. А дальше был проход с выходом на улицу. А землянка была, она в земле врыта в землю. И вот два ската были. И бревно билось пополам. И вот этой внутренней стороной укладывалось. Стелили хвойные лапы. И на них они спали. Спали в притирку друг к другу. Вот на этих шести метрах умещалось по 12 человек. Но даже в самые темные и непроглядные времена, когда каждая минута жизни могла стать последней, находилось место и для доброй шутки, и для бойкой песни. Всегда поднимал настроение товарищам молодой парнишка Жень Калакеев. Соберет около землянки, пятачок организует, потанцевать, повеселиться. И он первый придумал стенгазету партизанскую. И 6 ноября 1941 года в отряде вышла первая стенгазета, посвященная, что как раз за день до этого была первая утвержденная операция, официальная партизанская. Вот они столкнулись с немцами в районе поселка Фрунзе. Было все это описано. Партизаны толпили, смотрели, потом разжали пятачок. Петь громко не пели, но танцевать танцевали. 17 месяцев Дмитрийский партизанский отряд сражался с фашистами. В самом начале было всего 75 бойцов. К финалу около 500 человек. Когда район освободили, большинство из них присоединились к Красной армии и продолжили сражаться с врагом уже не в тылу, а на фронте. А леса снова стали безлюдными. Ведь теперь прятаться уже не было необходимости. Люди чувствовали, победа близко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова